Что, сегодня у нас должны были поехать два пациента. Мурка. Ты где? Вон она. Маруська. Но так получилось, что с нами едет третий пациент. В общем, нас всегда на одного больше, чем ожидает врач. Отправляемся. Аллергия, мы думаем? Или все-таки конъюнктивит какой? Ну, не похож на конъюнктивит, потому что у нас во рту, вот это воспаление вокруг. Вот это вот поздно вчера началось такое уже, начинает идти. И он единственный у кого так. Видимо, это не заразно, потому что остальные все нормальные. Очень часто вот так протекает стафилококковая инфекция. Ослабленный иммунитет, на фоне иммунитета идет воспаление. Ну и грибок тоже может быть. Сейчас мы посмотрим, мы посветим на грибок. Исключим грибок, в первую очередь, а потом уже посмотрим дальше. Чтобы я светил со всех сторон. Со всех? Да, ну мне сейчас, сейчас посмотрите, посветим. Сейчас будет темно. Хорошо. Как на дискотеке. Вот это зелененькое, это грибок, да. Вот на глазу, вот на этом трене, видно, да? Видно, да? Да, я вижу. Что, изумованием таким. Морду приподнять, посветим на сам кинос. Ну тут уже заживает местами. Наружно какой-нибудь хлоргексидин, я так думаю, надо будет. И шампунь с хлоргексидином, помыть все. Есть, если проглотит, не страшно, и в глаза попадет, не страшно. И все. То есть шампунь им два раза в неделю, хлоргексидином два раза в день протирать. И вакдерм двухкратный, с интервалом 10 дней, в разную лапку, право-лево. Вот. Очень часто бывает, вот этого всего достаточно бывает, чтобы не использовать антибиотики. Но если погибли на них, то еще сверху антибиотики надо будет. Какой-нибудь фенолокс, там, для мультиклафа, что-то из этого. То есть вот вам будет лечение. Ну и для укрепления иммунитета витамина, соответственно. Вот уже вам будет лечение. Так, второй пациент, уже запланированный, который приехал на операцию, ввели наркоз и ждем пока 8 минут. Похулиганила немножко тут самая молодость. Да, Марусь? Маруська. Друзья, ну пока у нас идут две операции, хочу рассказать такую немножечко боль. Ехали на Соболе и просто отвалилось крепление. Поэтому сейчас пока идут две операции. Заехали на зеркальную фабрику, да, малыш, ты мне помогаешь. И заказали зеркало. Его вырежут, вставят в такой же большой. Сейчас покажу вам. Такое новое найти трудно, даже с разборки найти трудно, потому что уже, видимо, это раритет. Зато сигнализация работает. Вот такое нам вырежут, вставят и сможем мы снова перестраиваться в правый ряд. Пока это проблематично. Вот такие дела. Такой красавчик. Наклейки планируем на него наклеить. Я думаю, уже скоро это сделаем. Верность. Первая в России бесплатная санчасть. И все такое. Так что машинку можно будет в Смоленске легко узнать. Да, малыш. Да, 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 да. Красавчик. Кто красивый? Пока у обеих пациенток, у Мурки и Маруськи шли операции, мы с Бляшом проделали много дел. Съездили за помощью. Но самое главное, заказали зеркало на Соболь, так как не перестраиваться в правый ряд просто невозможно. А сейчас перестраиваться крайне трудно. И вот, Маруська уже отошла от наркоза. Мурочка сейчас только отходит. Сейчас все расскажем. Мы, в общем, прооперировались все. У кошки у нас стоит аппарателизарево. У Мурки я смотрю шов. С врачом еще посоветовались потом по телефону. Врач занятой. У него уже началась сразу другая операция следом. Не успели мы, если посоветоваться лично. Но тут, собственно, ничего такого криминального нет. Антибиотики обесполивающие. Так что всех забираем на лечение, на реабилитацию. Как-то вот так будем лечиться. А дальше все расскажем, поверьте, вступление новостей. Всем спасибо. В предыдущем ролике мы рассказали, где работает Андрей Валентинович. Адрес Большая Советская. 27-20. Многие спрашивают. И в этот раз, когда забираем пациента, Мурку, там Маруська. И ты, конечно, главный пациент едешь с нами. Да. Вот, когда уезжаем, с нами едет уже небольшая передача из ветеринарной клиники. Очень приятно. Приятно, что вы слушаете, обращаете внимание, помогаете, спасаете животных вместе с нами. А мы едем дальше лечиться. Вообще, по-хорошему, надо одевать воротник. Вот, бинт взяла. Сижу, жду теперь. Мы голодные, потому что стошнило еще по пути туда. По пути к врачу. Хотя мы не ели целый день специально. В общем, теперь приятно ждать. И потом одевать экипировку, потому что шрам, сами видели. Ниточки можно так потянуть. И разлезать. Что не приветствуется. В общем, операция прошла хорошо. И у Мурки, и у Маруськи. Лапку врач посмотрел, которую зашивал в субботу. И сказал, что с лапой все замечательно. Все хорошо. Зарастает, лапка шевелится. В общем, идем на поправку потихоньку. Давай, ешь, отъедайся. Ну, не грусти. Ну, на. Все. В воротнике грусть, тоска. Может, порадуешься жизни? Порадуешься? Ня. Ня. Куси. Сегодня один-два. У кошки один перелом. У собаки два перелома. Вот. Что я могу еще сказать умного? Она самая умная. С миру по нитке первая в России бесплатная лиценчасть. Спасибо всем, кто ее поддерживает. А это сотрудник приюта. Ну, вот он сейчас на прогулке просто, поэтому на шнурке. Зеленый. 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 Ко мне. Зеленый ко мне. Зеленый. Он сильно занят. Еще отдельно расскажем о зеленке, да? Зеленый. Иди, на колбаску. Он очень непрочен. Ко мне. Иди сюда. Давай, садись. Сиди. Смотри, как это делать. Оп. Тех ты. Мозила. В общем, сегодня день опять с ранеными. Практически каждый день кого-нибудь привозят. И мы иной раз просто не управляемся всех наших подопечных и тяжело раненых больных выставлять в интернет. Потому что все больше и больше люди узнают о нас и все больше нуждающихся в нашей помощи появляется. Поэтому работы на самом деле очень много. И мы устаем. И... Как вы скажете? Что еще устает, кроме нас? И голова наша. В общем, с миру по нитке всем по отдыху. До завтра. До завтра. Мурочка, ну-ка скажи, с миру по нитке, а с буквой Мор за хвостом, первая в России бесплатная витсанчасть. Вместе мы спасаем животных. Вот таких малышей мы спасаем благодаря вашей помощи. Оставайтесь с нами на канале Верность ТВ. Обо всем расскажем по мере поступления новостей. Мурочка ложится спать. Морозька уже спит. Всем до свидания.